В эфире программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О главных новостях этого понедельника вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании Город. Смотрите сегодня в выпуске. 12 мая – Международный день медицинской сестры. Каковы особенности работы среднего медицинского персонала в Рязанском перинатальном центре? Лучшая по специальности терапия в Рязгому прошла первая межрегиональная олимпиада для ординаторов. Товары для дома – овощи, фрукты и множество полезных мелочей. На площади Победы работает универсальная ярмарка. 12 мая отметили Международный день медицинской сестры. История праздника уходит корнями в 1953 год. Именно тогда впервые была высказана идея его проведения. Но отмечать праздник стали спустя 12 лет. Наша съемочная группа побывала в Рязанском перинатальном центре и воочию увидела работу среднего медицинского персонала. Маленькой Таисии всего несколько дней. Она спокойно лежит на руках мамы и ждет, пока ее покормят. Для Натальи Флегонтовой в перинатальном центре все знакомо. Ее первый ребенок появился на свет тоже в этих стенах. Очень благодарна медицинскому персоналу, что помогают. Первый раз меня прям научили, что как, к чему, как подходить к ребенку, как его кормить, упеленать. В каждой больнице, поликлинике или фельдшерском пункте чаще всего с пациентами общается именно медсестра. А ведь пациенты бывают разные. Конечно, на страже человеческого здоровья стоит целая команда, состоящая из врачей, сестерок, кушерок и даже технического персонала. Это командная работа, призванная сохранить здоровье, а зачастую и спасти жизнь. Мы находимся в детской реанимации. Сюда попадают недоношенные дети. Вот в таких кюветах происходит их выхаживание. Самый маленький ребенок, которому здесь спасли жизнь, весил чуть более 500 граммов. В такой же реанимации буквально через стену сейчас лежит сын Екатерины Шуйской. Он родился раньше срока на 31 неделе. Вес малыша составлял 960 граммов. За две недели, благодаря усилиям врачей и медсестер, мальчик прибавил в весе. Сейчас он составляет почти килограмм 300 граммов. Екатерина постоянно приходит в реанимацию к своему первенцу. Они с мужем очень хотели мальчика. Их мечта исполнилась, но до выписки еще очень далеко. Но молодая мама не отчаивается. Она уверена, что ее настроение передается сыну. Поэтому настроена позитивно. Здесь в детской реанимации работают замечательные специалисты. Для таких маленьких деток самое главное – это постоянная забота и внимание. Из-за этого медицинских сестер, наверное, можно назвать вторыми мамами для таких маленьких деток, которые были рождены раньше срока. Они своим оптимизмом вселяют не только деткам, но и нам, родителям, веру. Из-за этого огромное им спасибо. По словам врачей, главное, чтобы ребенка доставили в реанимацию. Здесь уже все под контролем. Благодаря вот таким современным аппаратам происходит насыщение кислородом, контролируется сокращение сердца, еда и лекарства поступают с определенной скоростью в зависимости от назначений. Не менее важно поддерживать тепло и определенную влажность. По словам заведующего детской реанимации Максима Баскевича, все это делают медсестры. Они же могут забить тревогу, если с ребенком что-то не в порядке. Только после этого эстафету берут врачи. Максим называет медицинских сестер настоящим спецназом реанимации. Ведь здесь дети не могут даже самостоятельно питаться. Они просто невозможно съесть то количество, которое им необходимо для того, чтобы дорасти и не потерять в массе тела и так далее. Поэтому таких детишек мы кормим парентерально. То есть, что это значит? Через вену. Через вену им вводятся все необходимые питательные вещества. Это жиры, белки, углеводы, витамины, микроэлементы. Они получают абсолютно все. И, безусловно, это энтеральное питание, предпочтение мы отдаем гурному молоку. Старшая медсестра гинекологического отделения Ирина Пономарева в профессии почти 20 лет. Она с детства мечтала помогать людям. Ее рабочий день начинается в 8 утра. Помимо всего прочего, она следит за тем, чтобы ее подчиненные достойно выполняли обязанности. Ирина уверена, в медицине случайных людей не бывает. Ведь это не профессия, а образ жизни. Всегда хотела помогать людям, помогать женщинам в первую очередь. Работаю в гинекологическом отделении. Я помогаю женщинам обрести счастье мутеренством. Дарим им надежду на то, что когда-то они услышат заветное слово «мама». Благородство, самопожертвование и доброта – это далеко не все качества, которыми обладает современная медсестра. Кроме того, помимо уколов, капельниц и выдачи лекарств, представители этой профессии должны обладать серьезными техническими знаниями. На новом оборудовании не так-то просто работать. А еще медсестра должна быть хорошим психологом и разносторонним человеком. Высокая квалификация у этих медицинских сестер – это люди, которые имеют несколько сертификатов специалиста. Это люди, которые заканчивают, получают высшее профессиональное образование сестринское. То есть они заканчивают помимо колледжа и наш медицинский университет. В перинатальном центре работают неравнодушные люди. Зачастую спасать приходится сразу две жизни. Как правило, сюда привозят женщин с патологиями или преждевременными родами. Умение успокоить и поддержать здесь тоже немаловажно. Старшая медсестра перинатального центра Елена Алешина дорожит каждым из своих подчиненных. Она неполнослышки знает, насколько эта профессия тяжела. Моя трудовая деятельность началась одновременно с открытием областной детско-клинической больницы. Я пришла туда в отделение патологии новорожденных детей, работала процедурной медсестрой. Работа была очень интересная, очень мне нравилась. И до сих пор я с такой ностальгией, по-доброму вспоминаю. Медицинские сестры привыкли ко всему. Бессонные ночи, проведенные рядом с чужим ребенком, в итоге оборачиваются благодарностью родителей. К маленьким пациентам тут отношение особое. Здесь борются за каждую жизнь, поэтому и результаты впечатляют. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани в суд направили уголовное дело, фигурантом которого стала нерадивая мать, чья дочь выпала из окна в прошлом году. Эта ужасная история поразила общественность. Подробности далее в сюжете. Обычное окно может стать причиной настоящей трагедии. Так случилось в семье Рязанки, чья дочь выпала с четвертого этажа. Только в этой истории виновата сама мать, которая оставила девочку без присмотра. Ребенок сначала залез на диван, а с него легко добрался до подоконника. Там мнимое препятствие в виде москитной сетки подвело, и малышка упала на землю. Малышка с травмами была доставлена в больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему ребенок остался жив. Полученные девочкой травмы оценены экспертами как тяжкий вред здоровью. На момент трагедии девочке исполнился один год девять месяцев. По данным следствия, сама мать находилась в соседней комнате в нетрезвом виде. В этом случае халатность налицо. Московским межрайонным следственным отделом города Рязань завершено расследование уголовного дела в отношении Рязанки 1980 года рождения в результате преступной небрежности, которой ее ребенок выпал из окна и получил тяжелые травмы. Женщине инкриминировано в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В этом деле ребенок остался жив. К сожалению, так везет не всем. По данным Следственного комитета, ежегодно около 10 детей падают из окон. Специалисты напоминают, москитная сетка не является препятствием для ребенка, поэтому необходимо всегда находиться рядом. А на окна следует поставить специальную защиту. В рамках мероприятия научно-образовательного медицинского кластера «Восточноевропейский» на базе Рязанского государственного медицинского университета 11 и 12 мая состоялась первая межрегиональная олимпиада для ординаторов по специальности терапия. Участие в ней приняли представители пяти вузов. Подробности далее. Порядка 20 участников, 5 образовательных организаций из Москвы, Воронежа, Тампова, Ярославля, Рязани. Испытания, которые определяют лучшего терапевта. Все это первая межрегиональная олимпиада для ординаторов по специальности терапия, открытие которой состоялось на базе РязГМУ 11 мая. Инициатором ее проведения стал Рязанский медицинский университет. «Мы достаточно много идей генерируем и стараемся много проводить различных совершенно и олимпиады, конференции. И одна из них действительно родилась вот так достаточно спонтанно. Специальность терапия привлекает наибольшее количество обучающихся. Принцип большое количество мест, востребованность кадров достаточно большая. Ну и решили попробовать замерить и качество своей подготовки и посостязаться с лучшими ребятами из других вузов. Организаторы умышленно решили не делать командного зачета и не выбирать лучшую школу, а пойти именно по персонали. Личный зачет, несомненно, будет интересен ребятам, так как он определит лучшего среди лучших. В то же время для всех участников это большая ответственность. Мероприятие такое общественное и, конечно же, люди будут оценивать не только мои науки, но и, собственно, уровень подготовки в нашем университете вообще, ориентируясь по уровню моих науков и тому, как я буду их представлять». Ординаторам предстояло принять участие в пяти конкурсах. Среди них тестовое задание по основным разделам терапии, экспертизы временной нетрудоспособности, расширенная сердечно-легочная реанимация, физикальное обследование пациентов терапевтического профиля. «Была ускультация легких, задавали определенную программу у манекена, и по каким-то звуковым феноменам нужно было предположить патологию, при которой это встречается. Я люблю ускультацию легких, поэтому мне показалось, что это было несложно. И довольно-таки слышно хорошо, практически как на живом человеке». И еще один творческий конкурс – проведение образовательных программ для пациентов терапевтического профиля. В данном случае в роли пациентов выступали члены жюри. «В течение этого конкурса ординатор выступает в роли врача, который рассказывает в доступной форме пациентам, а не им же профессорам, про определенную патологию, которую он достал в случайном порядке». Членами жюри выступили представители различных вузов, в том числе и вузов участников Олимпиады. Судейскую коллегию возглавил Василий Трофимов, представляющий первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика Павлова. «Я участвую в конкурсе, где они пациентам рассказывают о заболеваниях, которые выбирают как билет. И вы знаете, очень хорошие впечатления оставляют ребята. Хорошо знают тему, умеют общаться с пациентами, вести дискуссию. Поэтому у меня очень хорошие впечатления осталось». Несомненно, подобные Олимпиады важны как для практического здравоохранения в целом, так и для нашего региона в частности. Ну а Рязанский медицинский университет является прекрасной площадкой для проведения мероприятий подобного уровня. «Мы очень заинтересованы, чтобы профессиональный уровень наших медицинских работников, уровень докторов был достойным. Это важно в плане и повышения качества оказания медицинской помощи, доступности. Должен сказать, что тесное сотрудничество с ВУЗом позволяет укомплектовывать в первую очередь первичное звено. Поэтому специальность терапии, она здесь присутствует и она важна». По итогам всех испытаний победителем Олимпиады стала Жаркынай Конадбекова, ординатор РязГМУ. Организаторы надеются, что Олимпиада станет ежегодной, и это позволит улучшить подготовку терапевтов. Ирина Ковалева, Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В Рязани на площади Победы открылась универсальная ярмарка. Свои товары представили около 70 предприятий России и Белоруссии. Выставка продажа проходит при поддержке администрации города Рязани. Здесь можно купить товары для дома, овощи, фрукты и множество полезных мелочей. Ярмарка будет проходить до 19 мая. Посетители ярмарки встречают ароматные прилавки с приправами, чаем, колбасами. Здесь представлен настоящий белорусский мед, костромской лен, береста, различные деликатесы, словом, товары на все случаи жизни. Представлен у нас костромской лен. Одежда вся из натурального лена. Лен является природным антисептиком. То есть на лето, в лето он охлаждает на 3-4 градуса температуру тела. То есть это самый лучший, самый природный материал. На ярмарке можно не только выбрать товар на свой вкус, но и посмотреть мастер-класс. Так, например, предприниматели из Ростова показывают, как безопасно и красиво нарезать овощи и фрукты. А еще здесь на ярмарке вы можете попробовать продукты, прежде чем их купить. Мясные деликатесы все вкусные. Ну и колбасы, чернышовы, гелиос. Тоже вся продукция у нас очень вкусная. Так что, дорогие рязанцы, приходите к нам за наши продукции. Купила сало. Очень вкусное, мягкое. Мне очень понравилось. Вот кусочек взяла на пробу. Если понравится мужу, он большой любитель сал, то тогда еще предукуплю. Производители рассказывают, что вся продукция натуральная, еще и полезная. Так, например, здесь можно купить настоящий мед в сотах. У нас белорусский мед, своя частная пасека. В принципе, все полезно, вкусно. К сладкому меду рязанцы и гости города могут выбрать ароматный чай из Китая, Вьетнама, Индии и России. Черный, зеленый, фруктовый с различными ягодами и травами. Каждая трава по-своему полезна. Богат калием, магнием, железом. Чабрец. Поднимает настроение, иммунитет. Я человек вообще такой оптимист по жизни. А чай я люблю, да. Китайский мне очень нравится чай, поэтому и запах у него на всю квартиру. Не знаю, ну приятно, да. И пить приятно, настроение хорошее. Для садоводов смоленский питомник привез в Рязань саженцы яблонь, груш, вишни, черешни, слив и абрикосов. Огромный ассортимент роз. Английские, чайные, гибридные, плетистые. Они все на бутонах, двух-трехлетки. Малиновое дерево есть. Вся закрытая корневая система. Они уже укорененные, живые. Приживаться им не нужно. Любим розы. Блуж вот мне очень понравилась роза. У меня такая была московская. Но она вымерзла, пропала. Ну, смоленская устоит. Ярмарка на площади Победы в Рязани будет проходить до 19 мая с 9 утра до 8 часов вечера. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Большой магазин косметики и парфюмерии «Подружка». Теперь и в торговом центре «М5 Мол». Торжественное открытие очередного магазина, известной и любимой многими сети магазинов косметики, прошло в субботу 12 мая. Первых посетителей, помимо огромного ассортимента, ждало множество сюрпризов. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. Торговый центр «М5 Мол» субботнее утро. Огромное количество посетителей встречает новую подружку. С этой сетью, представляющую огромный ассортимент косметики и парфюмерии, многие познакомились в Москве и Санкт-Петербурге и с нетерпением ждали ее открытия в нашем городе. Я очень рада, что он у нас в Рязани открылся. Я все время ездила в Москву, а теперь здесь. Ура! В магазине «Подружка» каждая девушка найдет для себя большой выбор декоративной косметики, средств по уходу за лицом и телом, аксессуары, бижутерию, даже товары для дома. В «Подружке» широко представлена декоративная и уходовая косметика популярных мировых брендов, эксклюзивные торговые марки, а также уникальные бренды из Европы и Азии. Мне нравится, что здесь много косметики корейской, японской можно найти, и также эссенс, катрис можно. Очень много интересных штучек, каких нет нигде. В день открытия нового магазина в ТРЦ М5 Мол каждый покупатель смог получить уникальный подарочный набор от «Подружки», совершив покупки. А сотому, пятисотому и тысячному покупателю вручили годовой набор сертификатов номиналом 18 тысяч рублей. Про то, что должны вручить сотому покупателю 12 сертификатов, я, конечно, слышала, но как-то еще до сих пор пока нет такого осознания, что вот они у меня сейчас лежат, и то, что их можно тратить прямо сейчас. Кроме того, в день открытия гости магазина могли поучаствовать в конкурсах и викторинах, сфотографироваться в фото-зоне и распечатать фото на инстапринтере. А профессиональные стилисты и визажисты с помощью косметики, представленной в «Подружке», создавали неповторимые образы для гостей праздника. Все это еще раз доказывает, что «Подружка» – это не просто магазин, это большой женский клуб, где можно научиться правильно выбирать косметику, делать макияж, узнавать обо всех новинках и делиться полезной и важной для девушек информацией. Напомним, что второй магазин сети «Подружка» в городе Рязани уже работает и в торгово-развлекательном центре «М5 Мол». В честь открытия до 26 мая в магазине действует скидка 15% на все товары. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Коттеджный поселок Дубровка.